Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо за то, что пришли сегодня на наш лекторий. Многие заметили, что в названии моей лекции процитировано название известного романа Милана Гундера «Неоносимая лёгкость бытия». Сам Гундера объяснял своё название следующим образом. Когда жизнь легка в том смысле, что она не обременена каким-то смыслом, эта жизнь, как поют бабочки, которая сегодня живёт, завтра умирает, и нет никакой цели, почему она это делает. Она делает это просто так. То эта жизнь становится для человека невыносимой. Невыносимой психологически, потому что безмысленная жизнь, бесцельная жизнь представляется человеку чем-то негативным. Человек хочет иметь цель и хочет иметь смысл. Кундера писал свой роман в конце 20 века, а в конце середины 19 века импрессионизм возвёл лёгкость бытия в идею, к которой следует стремиться. И сегодня мы поговорим об импрессионизме, в частности об импрессионизме в живописи. Молодые художники, импрессионисты, все они были объединены одной идеей. Они стремились к новому искусству, и все они были отчасти бунтарями. В основном они, многие из них поругались со своими родителями, они не хотели слушать своих учителей. Они порывались со своими корнями. Например, часто в биографиях пишут о том, что Камиль Писарро, известный импрессионист, убежал из дома. То есть он буквально оставил записку, никому ничего не сказал, взял вещи и убежал из дома. Всё бы хорошо, но на тот момент, я посчитала, ему было где-то 23 года. Для нас сейчас это может показаться странным. Всё-таки это не 16 лет, и не 18, и даже не 20. Человек в 23 года уже заканчивает университет, и он может просто спокойно сказать всем до свидания и уйти. Но середина 19 века — это совершенно другая эпоха. В то время связь с родителями, связь с обществом была очень важной. Если вы делаете как Писарро, это значит, что вы бросаете вызов обществу. Это значит, что вы объявляете себя в некотором смысле маргиналом, человеком, находящимся вне нормы правил. Действительно, большинство из импрессионистов были в той или иной степени маргиналами. Но в то же время это были люди, которые не просто выпали из общества, а которые были как бы впереди общества. Они бежали впереди паровоза, и поэтому им удалось создать хотя и такую очень неустойчивую, но тем не менее группу. Они дружили. И затем, уже в последующей эпохе, художники, наверное, не так будут дружить друг с другом. У них не будет такой вот общей идеи, как у импрессионистов. Импрессионисты очень разные. Их объединяло не их личные особенности. Начиная от Сислоя, который прожил очень сложную жизнь. Он жил в нищете, и слава к нему пришла, к сожалению, уже после его смерти, в отличие от его товарищей. И заканчиваем Ренуаром, который был человеком, у которого все получалось. Знаете, такой счастливчик. За что он не берется, все получается хорошо. Он начинает заниматься музыкой, ему говорят, что он будет прекрасным музыкантом. Живописью он будет прекрасным живописцем. Он даже был на войне, и некоторые считали, что он мог бы сделать военную карьеру. Человек, у которого все получалось, и сам по себе он был очень радостным и в приятном общении. Такими же радостными были его картины. Здесь есть люди из именитых семей, из богатых семей. Есть люди из бедных семей. Но все они объединены были одной идеей. И во многом эта идея была связана как раз с протестом, с переходом под того немного застоявшегося искусства, которое было распространено во Франции в то время. Импрессионисты начинают со скандалов. И первый скандал связан с выставкой Отвержены, связан с картиной Моне. Эта картина была наиболее скандальной из-за того, что представили импрессионисты. Есть разные версии, почему картина вызвала скандал. Как правило, объясняют это тем, что, во-первых, здесь нарисована обыденная жизнь, ну как обыденные люди, и природа, это не античность явно. По крайней мере, по одежде мы можем понять, что это не в античности происходит. И речь здесь не о нимфах и не о богине. Вторая причина, это, конечно, обнаженная женщина, которая, опять же, нарисована не как нимфа, не как богиня, а просто некая женщина. Но, я думаю, есть и другая причина, почему импрессионизм и почему эта картина вызвала вот такой скандал. Дело в том, что в этой картине мы можем увидеть такую насмешку над академической живописью. Например, если мы посмотрим на задний план, и вот обратим внимание на эту девушку, на то, как изображен пейзаж, то вообще-то такой фон могли бы как раз нарисовать академики. И здесь уже когда нарисовать Сибакхана, кривдит бога Дианисса. Но этот фон включен в совершенно другую композицию. Плюс мы видим, что женщина обнажена, мужчина одетая. Действительно, когда академики и члены Академии искусств рисовали этих нимф, рисовали этих сказочных персонажей, они были часто обнаженные. Назовите, как сидит девушка. Она сидит как бы в обычной позе. То есть она не позирует. Тогда как по канонам она должна была быть вот как-то очень привлекательно показывать свое тело. То есть, по сути, на мой взгляд, это такая насмешка. И Мане как бы там говорит, посмотрите на свой академизм, если бы мы его поставили в реальную жизнь. Вот если бы мы перенесли этих персонажей, чтобы мы увидели. Это было бы смешно, это было бы нелепо. Вот такой, на мой взгляд, посыл Мане. Сейчас есть в интернете достаточно много таких забавных картинок персонажей классической живописи в современном мире. Вот я вам так покажу. Они выглядят забавно. Мы берем этих идеальных, воздушных, находящихся где-то в человеческой мысли персонажей и переносим в нашу обыденную жизнь. Они смотрятся здесь не к месту. Они сразу теряют свой вот этот флёр. Наверное, примерно так же воспринимали картину Мане в его время. Конечно, это был скандал, потому что он затронул вот самые живые, вот эти живые струнки. В конце и середине девятнадцатого века для того, чтобы вам стать известным художником, нужно было пройти такую процедуру, на мой взгляд, похожую на то, что сейчас происходит, когда вы хотите получить научную степень. Дело в том, что вы не можете просто прийти в какое-то известное место и предложить свою картину. Вам нужно пройти ряд фильтров. Это была Академия искусства, о которой я уже говорила, и это был салон. Салон – это такая выставка картин, где эти картины могут купить и увидеть богатые люди. Если вы хотите продаваться не у кого-то ремесленника, а у лавочника за небольшую сумму, а действительно, чтобы ваши картины были известны. Так вот, чтобы пройти в салон, нужно было, чтобы вас отобрало жюри. А в жюри сидели все те же люди из Академии искусств. У них были свои ученики, у них были свои связи, и поэтому картины сбирались в большей степени не от того, какую новизну они оригинально снесут, даже не от мастерства, а от того, соответствуют ли они формальным требованиям, кто учил этого человека, хорошие ли отношения у нас с этим человеком, может быть, он находится сам в жюри, тогда ему этой картине больше голосов бы досталось. Но здесь такая сложилась система, через которую очень сложно было прорваться молодым художникам. И перед вами Энгар – это начальник Академии искусств, который уже 20 лет заведовал Академию искусств. Ну, конечно, он выглядел уже не так молодо, да, как на этом полотне. По сути, это такой персонифицированный враг импрессионистов. Импрессионисты боролись с академической живописью вообще и с Энгром в частности, потому что он как раз проповедовал вот эти идеи академизма. А идеи эти опирались на античность, на эпоху возрождения. И они предполагали, что рисовать нужно некий идеал, что картина должна чему-то учить, она должна наставлять. Вы не можете рисовать любое событие. Событие должно быть важным. Например, библейское событие, которое учит вас добру или показывает, как не стоит делать. Такими должны были быть картины с точки зрения академизма. Очень показательно, что когда Ренуар учился в школе искусств, происходило это примерно так. Вот стоит натурщик, стоят перед натурщиком с мольбертами ученики, рисуют этого натурщика, ходит учитель и говорит, поправь здесь, поправь здесь, тени неправильно положены и так далее. Вот учитель подходит к Ренуару и говорит, Огюст, ты слепой что ли, ты не видишь, что у этого человека слишком короткие ноги? Ну зачем ты их рисуешь такими короткими? Тебе не нужно повторять этого человека таким, какой он есть. Но у тебя же есть представление о красоте. Рисуй, спрась, делай его получше. Вот эта идея академизма. Красота, она не в этом конкретном человеке. Художник возрождения Тициан, как иллюстрация этой идеи о том, что живопись стремится к идеалам красоты. Тициан рисует Изабеллу, красавицу, которой рисуют многие художники. Тициан просит Изабеллу приехать к нему в мастерскую, позировать, он копирует ее черты. И все бы хорошо, кроме того, что Изабелле на этот момент было 60 лет. Вот так ее и изобразил Тициан. Почему? Потому что красота Изабеллы, она не связана с вот этой земной Изабеллой, которая передо мной стоит, которая уже покрылась морщинами, может быть не такое в нее идеальное телосложение. Это не страшно. В этой женщине пожилой Тициан все равно может увидеть вот ту красивую Изабеллу, тот идеал Изабеллы, который он хочет изобразить. Если вы обратите внимание, акцент делается здесь на лицо Изабеллы. Затем идет некоторое такое обрамление одежды, головной убор и темный фон, который как бы нужен только для того, чтобы оттенять. То есть вот это лицо, этот дух Изабеллы, который вечен и который не связан с вот этой земной смертной Изабеллой. Совершенно иную идею пытаются продвинуть импрессионисты. Ренуар рисует портрет актрисы Жанны Самари. Он нарисовал четыре ее портрета и все они разные. Мы, конечно, узнаем эту девушку, но нужно сказать, что у Ренуара девушки все примерно одинаково выглядят. Не все, но часто повторяются одни и те же черты, особенно рыжие девушки. Он очень любил рыжих изображать. И тем не менее, каждый раз это что-то новое. Она находится в определенной ситуации. Именно в этой ситуации она интересует Ренуар. Потом Мане и Писарова будут рисовать одни и те же пейзажи с продолжительностью два часа, три часа. Поменялся свет, поменялось настроение, поменялась немножко погода. Это уже другой пейзаж. Это обратная идея. Поймать не вот этот идеал, который не существует в нашем земном мире, но поймать это наоборот движение жизни, вот это порхание бабочки, которое здесь и сейчас присутствует. На этой картине нет никаких аллегорий, нет символов того, что любил академизм, того, что любил возрождение. Это как будто бы просто переживание некоторого момента. Но в то же время, несмотря на такую кажущуюся легкость, импрессионисты очень много работали. И они очень много занимались формой, работали над цветом и даже исследовали некоторые из них восприятия, какие-то научные работы читали, чтобы понять, как работает глаз человека. Как-то раз я гуляла по аремонтажу. Знаете, там есть такой античный зал, несколько античных залов, Египет, потом идет Греция, скульптуры, вот такие застывшие, очень красивые. Но я там застряла на несколько часов и почувствовала, что я уже прям очень устала. Устала не от того, что я хожу и на ногах, а просто мне тяжело воспринимать эти застывшие скульптуры. Их нужно обходить, о них нужно думать, нужно понимать, зачем они сделаны. И тогда я решила отдохнуть и пойти к импрессионистам на третий этаж. И действительно, это сработало. Смотрите на импрессионистов, и вы отдыхаете на их полотна. Почему? Как это работает? Дело в том, что импрессионисты очень резонируют с человеческой психикой, с тем, как строится человеческое восприятие. Оказывается, что человеческое восприятие работает не так, как мышление. Оно не стремится объять все и сразу. И то, что мы, например, видим одного человека, мы видим четко, а все остальное для нас немножечко расплывается, это вполне нормальное явление. Ну, сейчас у нас есть фотографии, которые наводят определенный фокус, и мы уже примерно представляем, как это работает. В то время фотографии только начинались, и, конечно, там не было таких технологий. Но импрессионисты поймали этот момент. Поэтому на картины импрессионистов можно смотреть очень долго. Я вообще советую тем, кто не видел картины импрессионистов вживую, кто не видел именно масляные картины, посмотреть на них, потому что они очень отличаются от того, что вот сейчас, например, представлено на экране. Вы действительно как будто бы смотрите в окошко. И как обычно человек рассматривает то, что ему там представлено. Ну, допустим, вы захотели посмотреть в окно, посмотреть, кто там ходит, люди какие-то. Вы не будете все сразу видеть в деталях. Вы будете обращать внимание. А, вот здесь мы видим, какая-то видит. А здесь группа людей стоит. А здесь какая-то лавочка. Наверное, кто-то подошел что-то купить или посмотреть на витрину. И импрессионизм дает вот такую возможность для нашего восприятия достраивать, делать ту работу, которую оно привыкло делать. То есть идентифицировать. Вы смотрите, особенно у кого плохое зрение, вы смотрите, вглядываетесь. А что это такое? А, это люди идут. Я думала, это лошадь. И так далее. Я думаю, что идея понятна. Сеня Собчак. Да. Или не, Сеня Собчак. И еще одна тонкость, которую нашли импрессионисты, это работа с цветом. Это очень известный момент по поводу импрессионистов. Они поняли, что цвета можно не смешивать, и что цвета будут смешиваться в голове человека. И, по сути, что они сделали? Они преодолели вот этот барьер рациональности, который нам говорит. Допустим, вот эта мощеная площадь, она должна быть коричневого цвета. Добавлять туда синие и красные оттенки, это не рационально, это глупо. Все мы знаем, да, что дерево, например, должно быть бежевое, камень, он может быть серый или тоже какого-то бежевого оттенка. Мы знаем, какие это цвета. Но на самом деле, если мы внимательно обратимся к собственному восприятию, то мы поймем, что, например, когда мы видим мокрый асфальт, то он для нас не просто серый, он переливается разными цветами. И именно такие переливы пытаются воссоздать импрессионисты. Действительно, им это получается. У них это получается. Но важно здесь то, на мой взгляд, что им удалось действительно преодолеть вот этот барьер разума. Потому что это сейчас нам кажется очень простым. А тогда это было очень сложно. Сделать что-то такое, что как будто со здравым смыслом не сочетается. Добавить, например, те краски, которые здравый смысл нам говорит, не нужно сюда добавлять. Кроме того, краска, цвет, это, конечно, эмоция. Поэтому академики даже своим, например, Дон Круа, который был классицистом, они говорили, что, ну, вот в твоей новой картине как-то слишком много цвета. По мнению академической живописи, картина не должна слишком возбуждать человека, слишком затрагивать его эмоции, потому что она должна наставлять, поучать, показывать идеалы прекрасного. Импрессионисты, конечно, идут в совершенно другую сторону и работают с цветом настолько, что иногда просто не используют линии. Допустим, на этой картине линий нет. Здесь есть только цвета. И здесь есть то, что называется в живописи массой. То есть вот эта легкая масса, эта тяжелая масса. И они создают у нас эффект, представление о том, что здесь есть домик, а здесь есть небо. Но, по сути, никаких линий, никаких очертаний на этой картине нет. Линия сама по себе это такой символ разума, потому что линия, это как анализ, она очерчивает. Делит, например, лист напополам. Значит, мы лист проанализировали, одна сторона есть у него и другая. В цвете этого нет, поэтому мы не везде можем понять, где заканчивается здание парламента, где начинается небо. И так работает восприятие. Но нужно сказать, что несмотря на то, что когда мы подходим к картинам эпрессионистов, ну, по крайней мере, я лично отдыхаю, действительно ощущаю, что какая-то психологическая разгрузка происходит. То, как они создавали эти картины, было не так просто. Я уже сказала, что, допустим, тот же Сеслей, он работал в очень сложной ситуации, он был очень бедным, и он сам говорил, что меня это сильно напрягает. Но тем не менее, смотрите, вот, он в 95-й год. Это не слишком радостный период для Сеслея. Но какая замечательная картина. Кажется, что ее писал человек, который отдыхает в деревне, у которого нет проблем. Почему так происходит? На мой взгляд, для импрессионистов их живопись была таким катализатором. Вот в этой сложной атмосфере, когда на вас давят со всех сторон, необходимо найти какую-то простую радость в жизни. Необходимо вот эту энергию направить в определенное русло. И поэтому вот эта картина Сеслея, просто солнечный лес, она наполнена этой энергией художника. И, к сожалению, современный импрессионизм, на мой взгляд, не отличается вот такой энергетикой. Допустим, Писаро в конце жизни был вынужден просить, чтобы ему привязали кисточку к руке, потому что у него просто пальцы не сгибались, он не мог ее держать. И он писал, Ренуар, его разбил паралич, у него работало две, два пальца всего лишь, он писал двумя пальцами. Казалось бы, ну есть уже у Ренуара известность и деньги. Друзья приходили к нему и говорят, ну отдохни уже на старости лет. А Ренуар говорит, ну вы не понимаете, что я получаю от этого удовольствие. Это совершенно такая же ситуация, когда мне говорят, ну что, будешь читать лекции в субботу, тебе что, заняться не о чем. Но это не работа в привычном смысле, это не тот труд, который требует преодоления, делать чего-то неприятное. Наоборот. Для импрессионистов их живопись была возможностью получить удовольствие и как раз отбросить вот те неприятности, которые их окружали. К сожалению, в современную импрессионизм, может быть, к счастью, то, что они не находятся в такой ситуации, художники, которые пытаются вот эту манеру копировать. Но, тем не менее, часто эти картины можно назвать вульгарными, пошлыми. Вы смотрите на них, понимаете, что да, техника такая же. Да, вроде вот всему научились, а чего-то не хватает. На мой взгляд, не хватает как раз вот этой энергии. Импрессионизм относительно недолго оставался тем самым первым и самым актуальным направлением в искусстве. После импрессионистов будут постимпрессионисты, экспрессионизм, будет модернизм, постмодернизм. Большое количество течения, и импрессионизм кажется просто первым толчком, который дает развитие для дальнейших модерновых живописных направлений. И, на мой взгляд, вот эта манера импрессионистов, их энергия, их дух, они, конечно, запечатлелись на картинках. Хотя картины кажутся нам совершенно не связанными с личностью художника. И в этом смысле они остались вот тем направлением, которое показывает нам особенности именно XIX и начала XX веков. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.